Итак, мы будем продолжать. Мы будем говорить сейчас немного о вере. И мы видим, как Дух Закона, Он учит нас о вере. И есть разница между вопросом веры и верованием. Многие религии, они делают акцент на слове «вера». Но на самом-то деле их ударение на направлении веры, веровании. И нам нужно увидеть разницу между словом «вера» и «доверие». Потому что вы можете во что-то верить своим умом, но не обязательно доверять своим сердцем. И нам нужно понимать разницу. И мы уже также научились и говорили, что вера – это по-настоящему ответ на Божью любовь. И нам нужно понимать, что ответ – это больше в виде доверия, нежели просто веры. Потому что многие люди учат, что вера – это вопрос касательно обрядов и традиций. Но это не то, в чем суть веры. Вера – суть веры в доверии Богу. Вы можете говорить «я верю, я верю, я верю в многие вещи», но будете ли вы действовать с доверием, с движением в доверии? И это не важно, чтобы мы верили во многие факты или информацию, или верили во многие традиции и обряды. Но чтобы мы по-настоящему научились, как действовать в доверии. Потому что в этом суть Божьей веры. Мы знаем, что если есть много информации и много вещей, то это один момент, когда мы понимаем это головой. Но наши действия будут зависеть не от того, сколько много информации мы имеем, а сколько мы проявляем доверие. Вы можете доверять людям только тогда, когда знаете, как они проявляют себя. И это не вопрос о том, сколько много они знают информации. И не важно тогда, какие традиции они следуют. Но вы можете доверять людям тогда, когда они проявляют истину. И если кто-то, когда человек будет проявлять к вам истину, действовать вам по истине, тогда у вас будет к нему больше доверия. И нам нужно понимать, что библейская вера, суть библейской веры больше в доверии, нежели в просто вере. И это также важно понимать, чем больше мы строим отношения с Богом, тем больше мы Ему доверяем. И здесь становится акцент на отношениях. Я хочу, чтобы вы рассмотрели некоторые слова на иврите и греческие слова, которые касаются слова доверия. Да. И я прочитаю сейчас все слова на иврите и на греческом и их определения. А вы запишите. И первое слово шма, это слово на иврите, означает слушать, различать, соглашаться, свидетельствовать, подчиняться. Все записали. Следующее слово, аман, тоже на иврите, означает верить, доверять, быть уверенным. how to pronounce third word, hashah, hashah? how to pronounce third word hashah? hashah. Shah sa, с третьего… hhasa. С третьего слова, hasa, hasa. Тоже на иврите означает доверять, иметь надежду, быть уверенным в чем-либо. Четвертое. Четвертое. Батах. Также на иврите слово севрита означает доверять, быть уверенным, надеяться. Пятое. Эмуна. Означает верность, правда, твердость. Все, это были слова на иврите, дальше четыре слова греческие. Первое слово. Второе слово на греческом пито. Да, все четыре слова на пито означает убеждать, полагаться, соглашаться. Верить и доверять. Доверять. И четвертое. Я прочитаю так как пепотесис. 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 Она сказала, не переживайте, вы не будете это иметь в тесте, но я не хочу это так переводить, скажу по-другому. Учите греческий. Но есть одна важная причина, по которой я хочу, чтобы вы понимали все эти слова. И это показывает то, что слова в Ветхом Завете и в Новом Завете делают акцент не только на вере, но на доверие. И это на самом деле очень глубокие слова, потому что они передают глубокий смысл доверия, который нам необходимо и мы должны иметь. И это также помогает нам понять разницу между знанием фактов и познанием Бога. Писание много говорит о познании Бога. А что же это значит? Означает ли это знание закона? Означает ли это знание фактов? Нет. Это по-настоящему означает познание и доверие Богу. Бог хочет, чтобы мы знали Его лично. И это больше, нежели просто знать о Боге. Был ли такое, что вы спрашивали людей, знаете ли вы Бога, знаете ли вы Иешуа? И они говорят, естественно, я знаю Бога. А имеют ли они веру и доверие к Богу? Нет. Я хотел бы сказать кому-то, если Он знает Иешуа. Да, Он говорит, да, Он великий учитель, великий пророк. Ну, веришь ли ты, что Он Мессия? И, как вы можете представить, естественно, Он сказал нет. Даже дьявол знает Иешуа. Писание говорит, что Он трепещет. Он знает, но не доверяет. И это приводит нас к вопросу близости интимных отношений с Богом. Помните, я говорил о семени Якова? И речь шла о борьбе с Богом. Потому что мы видели, как Яков боролся с Ангелом. И чем больше мы вовлекаемся в такие близкие отношения с Богом, тем больше мы будем Ему доверять. И тем больше мы будем понимать благодать и истину. Есть два других еврейских принципа, о которых я хотел бы поговорить. И это два слова на юриде. Первое – шамар, а второе – аса. И мы видим их отображенных в книге Иисуса Навина с 1 главе с 7 по 9 стих. Можете читать в книге Иисуса Навина с 1 главе с 7 по 9 стихом? Окей. Мы прочитаем сейчас. «И только будь тверд и очень мужественный, и тщательно храни и исполняй весь закон». На этом акцент. «Тщательно храни и исполняй весь закон, который обещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но упоучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. «Вот, я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». И эти слова «храни и исполняй» всегда идут вместе. Но я верю, что здесь самый лучший пример. И тут сказано, что если ты будешь хранить и исполнять закон, тогда на твоих путях ты будешь успешен. Важный вопрос в том, что мы должны хранить и исполнять. И это также та сфера споров. Потому что есть много людей, к которым мы применяем слово, соблюдающие Тору. Они истолковывают это понятие как исполнение всех 613 заповедей. Но не только хранением, но и исполнением. Но как мы уже общались на эту тему, то это не намерение Божье. Тогда вопрос в том, что это значит «хранить и исполнять». И слово «шамар» означает «хранить, охранять, наблюдать, защищать, заботиться, быть осмотрительными, учитывать, присматриваться, сохранять, рассматривать, резервировать». И Бог делает акцент на исполнении и хранении закона. Но мы должны напоминать себе, что речь идет о духе закона. И когда мы будем делать так и поступать, мы будем вспоминать, что мы сотворены по образу Божьему. Помните, когда мы говорили о двух словах «сотворен по образу и подобию». Если мы храним закон и дух закона, тогда это нам показывает тот образ Божий, по которому мы были сотворены. И это имеет связь с десяти утверждениями, заповедями. Следующее слово «аса» оно фокусируется на нашем действии. Я вам прочитаю. Их тут очень много, вы можете несколько записать. Слово «аса» на иврите означает «делать, выполнять, продвинуть, назначить, произвести, осуществить, быть занятым, взять на себя ответственность, совершить, иметь дело, выполнить, осуществлять, соответствовать, следовать, предоставить». собрать, идти, быть трудолюбивым, трудиться, поддерживать, готовить, закупать, обеспечивать, устанавливать, приносить доход, использовать. Вы запишите всего лишь несколько. Их очень много. Там много слов, я знаю. Но они касаются многим нашим проявлениям в действиях. И важный момент, который необходимо понимать, что мы должны хранить и исполнять то, что важно для Бога. И это нам будет помогать исполнять то, что важно для Бога. И я прохожу через все это для того, чтобы вы поняли, что это не только хранение или понимание 613 заповедей. Потому что, если кто-то к вам подойдет и скажет, нам нужно соблюдать Тору и все 613 заповедей, А вы можете ответить, что для меня важнее хранить, иметь отношение с Духом Святым и делать то, что Бог говорит, чтобы я делал. Аминь. И важно то, что Бог наблюдает это состояние нашего сердца. Он ищет две вещи. Он ищет целостность. И он ищет настоящую подлинную веру. Мне нравятся притчи 21 глава со 2 по 3 стих. Всякий путь человека прям в глазах его. Но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. И вы видите, как соблюдение правды и правосудия имеет связь с исполнением десяти заповедей. Вы помните, первые пять к чему касаются? Первые пять заповедей. А следующие пять к чему касаются? Джастис. Аминь. Аминь. И это, что Петр говорит в 1 Петра 7 по 8 стих. Он говорит о подлинности вашей веры. И это более важное, чем золото, чем золото. И интересно, как он говорит, что это, что обнаружено, чтобы праздновать уважение и благословение на революции Иешуа, Мессия. И это также он написано, что это сделано к похвале и чести и славе в явлении Иешуа, Мессии. Что же это значит? Чем больше Иешуа открывается нам, тем больше наша будет вера. И мы можем увидеть, что быть праведным и поступать правильно, это означает быть верным Иешуа. Речь не идет просто о делании хороших дел. Но исполнением хороших дел то, что соответствует Божьим глазам и Духу Закона. Что же это значит? Что поступать правильно, это означает быть целостным и целостные и честные мотивы. Потому что это то, на что Бог и смотрит. И это приходит только тогда, когда мы имеем настоящую любовь по Богу. И это также приходит, когда мы имеем настоящую любовь к людям. И это то, что Господь говорит, что Дух истинный. И мне нравятся вот эти три местописания, и я их прочитаю. А первое местописание, Псалом 105, 3. Блаженный, хранящий суд и творящий правду во всякое время. Исайя 64, 5. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот, ты прогневался, потому что мы издавно грешили. И как же мы будем спасены? И 1 Иоанна 2, 29. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. И это такой важный большой ключ к применению Торы. Речь идет о том, чтобы быть и действовать праведно через доверие к Иешуа, выражая многогранную любовь. И когда мы это понимаем, Тору очень легко применять. И книга «Послание евреям» много говорит об этом. И она показывает на то, как Тора нас нацеливает на будущие плоды, которые будут в Мессии. И истина в том, что эти истины требуют большей веры. И необходимо великую веру и храбрость, чтобы следовать этими путями, а не просто заповедями. И если у нас есть только ортодоксальное еврейское понимание, тогда мы будем сфокусированы на правилах и традициях, которым не нужно применять веру. И мне нравится то, что мы прочитали о Иисусе Навине, что «Будь тверд и мужественен». В чем заключается мужество? Оно заключается в том, чтобы доверять в действии. Это тогда, когда мы уже доверяем достаточно, чтобы действовать в то, во что мы верим. И это то, о чем говорит послание евреям 3 глава с 5 по 6 стих. Кроме того, Маше был верен во всем Доме Божьем, как служитель, предвластивший то, что Бог откроет впоследствии. Мессия же, как Сын, был верен над Домом Божьим. Мы же есть Его Дом, при условии, что, вдохновляясь надеждой, мы остаемся мужественными и верными. И Новый Завет, он ожидает, он требует великую нашу веру. А требует от нас доверия к Богу. Мне нравится, что говорит восьмая глава. И он говорит, вот в этом вся суть. Если тут сказано, вот в чем суть, значит, это действительно есть в этом суть. И мы прочитаем евреям 8 глава с 1 по 2 стих, перевод Давида Стерна. И вот в чем суть всего сказанного нами. У нас есть именно такой когенг-гадоль, о котором идет речь. Он действительно сидит по правую руку от престола на небесах. И также он говорит здесь о истинном святилище, о истинном шатре, который Бог устроил. И он говорит о том, что мы будут служители в этом святилище. И также он говорит о первосвященнике, который был дан как в Моисее, как в пример. Но указывает на великое обетование, обещание. И показывает на великое обеспечение. Потому что это указывает на то, о чем говорили Еремия и Езекииль о Новом Завете. И в Послании евреям 8 глава с 3 по 8 стих, речь идет о священнике. И также, как там сказано в 5 стихе, что есть копия и тень небесного подлинника, или того, что будет настоящее на небесах. И это приводит к тому, о чем мы уже говорили. Ветхий Завет говорит о обязанностях первосвященника в храме. Но помните, о каком виде священников мы говорили? Кто помнит, какой вид священника? Садок. Да, священники Садока. Потому что это такой вид священников, которых Бог ищет. Но как бы речь не идет о наблюдении копий и подлинника, но быть оригиналами, быть естественными. Это лучший совет, о котором говорит Послание евреям. У нас есть больше, нежели просто пример на небесах. У нас есть Иешуа, который является примером, как вести жизнь. Многие вещи делают акцент на том, что было в скине. Но мы делаем акцент на той скине, на том храме, кем мы являемся в Мессии. Если мы говорим о том, что такое пример, это будет то, где мы можем получить большое откровение. Потому что пример – это то, что показывает, как нам сделать дубликат. Представьте, у вас есть такой образец, шаблон платья. Вы можете дубликовать этот шаблон в разные размеры. Это вот, с чем я говорю о том шаблоне или примере, который мы можем увидеть в великих размерах. И вот почему вот эти все семя, которые я вам рассказывал ранее, они являются основанием того, что растет, что будет расти. И все принципы, о которых мы говорили, и даже десять утверждений, есть тем, что если мы будем рассматривать их как семя, мы можем понять великую истину, которую они представляют. Аминь. Теперь мы можем понять, что следование законов о еде, о приеме пищи – не то, что Бог намеревался сделать. С одной стороны, есть правильные вещи о том, что нам нужно есть. Но больший вопрос важный в том, что нас оскверняет изнутри. И помните, то, что действует у нас внутри – это наша совесть. Я прочитаю евреям 9 глава, 10 стих. И которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами до плоти установлены были только до времени исправления. И автор послания евреям также поднимает вопрос совести. Потому что все правила и все заповеди, 613 заповедей Торы, или 603, все они о внешней жизни. И вот почему сказано, что Тора служит или действует до того момента, как мы поймем великие Божьи цели. А теперь, когда мы понимаем, что мы являемся храмом Духа Святого, все эти законы указывают на чистоту, но Бог ожидает наше чистое сердце. И мы прочитаем местописание 1 Коринфянам, 3 глава, 16 по 17 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы». И вы знаете, как Тора делает различия между разными видами жертвоприношений. И мы увидим, как у Бога есть высшая цель. И мы увидим, как они были тенью великой Божьей реальности. И мы увидим, что, с одной стороны, они давали страх Божий над людьми. Но мы также увидим, как они помогали людям быть целостными и живыми, свободными перед Богом. И мы увидим, как эти жертвы, они должны были очищать нашу совесть. Подумайте об этом. Жертвоприношение животного давало вам смирение. Это приводит нас в позицию благодарности, что нас не нужно приносить в жертву. И это также приводит нас к вере. И помогает нам понять Божье избавление. И это также помогает нам понять, что у Бога есть великий путь даровать нам избавление. И также сделать расплату за наши грехи. И это не просто один день празднования искупления грехов. И мы увидим, как все эти жертвы являются тенью и указывают на великую цель и даривают нам истину. После перерыва. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok